Приветствую всех на канале. Вот очередной автомобиль к нам приехал от Toyota RAV4 EV. Она была побита осколками, которые прилетели за машиной. Вот так вот посекло машину. Хорошо, что в машине никого в этот момент не было. Вот так они пробили пластик и автомобиль перестал запускаться. Владелец уже вскрывал батарею, перебрал ее. Но автомобиль все равно не запускается. Вот так вот все побито. Это осколки, которые пролетали изнутри автомобиля через заднюю дверь. И некоторые пишут, не затрагиваясь политику, это не политика. Это разве политика, когда осколки пробивают автомобиль, пробивают стекла, убивают людей. Это жизнь. Потолок побитый. В общем, все это следствие защиты наших защитников, которые пришли защищать русскоязычных от непонятно кого. В общем, будем сейчас диагностировать этот автомобиль и смотреть, почему он не запускается. Вот это, кстати, стоит гейтвей. И вот здесь разъем диагностический, через которого диагностируется тесловская система. Здесь две системы, тойотовская и тесловская. Тесловская диагностируется через этот разъем, через специальную диагностику Tesla Power Train. А тойотовская система диагностируется через OBD-разъем, который находится в штатном месте для многих автомобилей. В общем, сейчас буду подключать сюда диагностику, диагностировать, смотреть, почему она перестала запускаться. Правильно ли владелец собрал батарею, или же есть какие-то проблемы. Ну, в общем, будем разбираться. Вот такие у нас тут дырочки. И вот видно, что осколок пролетел через фару, через фонарь задний, пробил плату, вылетел с крыла. И таких осколков здесь очень-очень много. Подключил диагностику. У нас ошибки по BMS. Если диагностировать тойотовскую систему, у нас есть ошибки по этим системам. Сейчас лаунч подключен в тойотовскую диагностику, а Tesla Power Train подключен в Gateway. Так, что у нас? Запрос блока управления электрической тягой, освещением лампы, индикации, неисправности. Запрос низкое или высокое напряжение электропитания. В общем, ничего такого нету. И по тойотовской диагностике никаких систем тесловских к сожалению, вычитать нельзя. Поэтому необходимо делать диагностику с помощью Tesla Power Train. И очень похоже, что у нас повреждены где-то провода. Потому что вот эти ошибки Charge Port Temperature, Charging Thermal Limited, это говорит о том, что у нас есть проблема по аккаунт коммуникации, и машина уходит в аварию. В общем, надо будет теперь искать, где же у нас пробиты провода. Так, сейчас буду разбирать пластик и буду проверять, чтобы проводка, которая как минимум в задней части автомобиля, была целая. И вот здесь лежат уже ностальгия. Раньше самое страшное было, это вот эта вот зараза, которая от которой прятались маской. А от нынешней заразы не спрятишься нигде. Время поменялось и зараза поменялась. Но надеюсь, что скоро и эта зараза уйдет и заживем еще лучше. Ну, в общем, а сейчас пока буду разбирать, продолжать разбирать салон и искать дефект в этом автомобиле. С этой стороны пластик поснимал. Здесь вроде все обошлось. Есть повреждения на гофре вот этой, но проводка при этом не повреждена. И здесь у нас посечено это крыло, но у нас также посечено еще и вот это вот крыло. И сейчас хочу снять еще обшивку этого крыла. Я уже начал откручивать. Кстати, а вон у нас и перебитый жгут. Сильно перебитый. И даже первоконтроль модуль пробитый. Честно говоря, будет очень странно, если блок не пострадал. В принципе, эта проводка вся, которая идет на задние фонари и двери. надо посмотреть по схеме, есть ли здесь кан, но по идее здесь кан быть не должно. Идет на заднюю дверь, на задние фонари, но может быть поврежден кан в самом этом модуле. В общем, сейчас буду снимать его, скрывать и здесь эти провода все разъединять. И походу они еще одинакового цвета. отлетел кварц. И вот что мы имеем. После демонтажа этого блока термоконтрол у нас пропала еще одна ошибка. Осталось у нас только Charging Thermal Limited. Так, те провода, которые точно по цвету отличались, я их восстановил. Здесь у нас осталось три синих провода и два зеленых. Нужно тоже соединить, но нужно понимать, что это. Пока схему еще не открывал, поэтому пока раскрыл их. Но осколки прилетели и вот еще в гофру сюда. здесь тоже повреждены провода. Сейчас их тоже нужно будет скрывать и тоже делать. Мелкие осколочки могут проникать куда угодно и перебивать какие угодно провода. Поэтому в этом смысле очень сложно, что нужно очень много мест пересмотреть, где хоть какие-то признаки попадания осколков были. В общем, сейчас это вскрою и здесь пересмотрю и пересоединю провода. У нас есть ошибка, что у нас блок Toyota не видит Gateway Tesla и CAN у нас идет вот разъем, который сзади стоит в заднем левом крыле. и через коммутационный соединитель переходит в другой цвет и идет напрямую идет сюда и идет на Power Management Control EQ. но почему-то при измерении сопротивления у нас там 9 килоом. После восстановления всех проводов, которые там были, там еще были повреждения на проводах. В общем, после этих восстановлений пока что эти не восстановили, потому что пока не с чего прозванивать, как идет, фонарей нету. В общем, пока что это в подвешенном состоянии. у нас в автомобиле уже пропали ошибки по тойотовской системе и даже начали появляться айдишники по тесловской системе. Появились айдишники Gateway, Battery Management System, Charger, DC-DC еще пока не появился, потому что нужно включить зажигание и термоконтрол пока не появился. И у нас ошибки висят пока по Charging Thermal Limited. И как раз эта система отвечает за эту систему отвечает термоконтроль модуль, который у нас и поврежден. В общем, сейчас ждем этот модуль и тогда будем смотреть, что у нас дальше будет. Так, решили проверить батарейку. Вот у нас батарейка сравчика и у нас проблема и в автомобиле и где-то в батарее, потому что мы подставляли эту батарею на другой автомобиль, она у нас не запустилась. И чтобы понять, что у нас все остальное здесь нормально с модулями, потому что их снимали, проверяли и эта батарея как раз была посечена осколками. И сейчас мы хотим запустить и посмотреть, все ли здесь правильно собрано. Вот запустили программку и по программке можно увидеть напряжение. Все напряжения, которые есть на элементах и суммарное напряжение на модулях. И сейчас запустим балансир и посмотрим, не будет ли у нас перекоса. Так, сейчас включаю балансир. При проверке батареи было выявлено, что просадка напряжения на одном из модулей, который был поврежден осколком, при балансировке была больше, чем на других. Модуль заменили, но все равно БМС нормально на связь не выходила. После перепрошивки БМС она вышла на связь и автомобиль даже стал заряжаться. После ремонта батареи у нас автомобиль начал даже заряжаться. Но при этом пока что у нас автомобиль не запускается. У нас пока есть проблемы по связи между тойотовской системой и тесловской системой. Тесловская система диагностируется через этот диагностический разъем и она сама по себе исправна и уже пропали ошибки по связи с батареей и пропала ошибка по термоконтроль потому что мы заменили этот блок. Эти провода у нас пока не восстановлены но они идут на заднюю дверь пока нет смысла там что-то делать и кроме этого еще есть проблема с задними фонарями и у нас там может все закорачивать поэтому пока что там ничего не делаю и так по связи тесловская система диагностируется через этот разъем он очень похож на обиде разъем но здесь стоит перемычка посередине поэтому сюда обычный диагностический разъем обиде 2 не подсоединить а тойотовская система диагностируется тойотовская система диагностируется через вот этот разъем через обиде 2 и эти системы друг с другом пока что у нас не общаются автомобиль у нас зажигание включается пишет пробег но не запускается и благодаря владимиру лещенко с одессы который любитель этих тойот и он помогает многим любителям этих тойот и за границей помогает решение проблем в общем-то благодаря ему была сделана такая схемка это с официального сайта тойотовского это схема канкоммуникации между блоками это тесловская система и это система тойотовская и они связывают вот у нас общий блок EVGateway это тот который стоит в багажнике вот он заканчивается и дальше коммуникации пошли на все стороны тойотовские так вот у нас проблема со связью через этот блок в общем сейчас будут добираться до него и смотреть почему у нас эти системы не общаются и этот блок который показал на схеме находится вот здесь у нас прозвонил эти разъемы и они и в одну и в другую сторону звонятся возможно проблема либо в блоке либо же в самих разъемах в общем сейчас пробрызгаю очистителем для контактов и посмотрим будет ли блоки выходить на связь или нет пропала ошибка по связи по коншине имеем что у нас автомобиль пока что не запускается и при этом ошибок уже никаких нет продолжаем заниматься автомобилем из всех проверенных предохранителей под капотом был один сгоревший но я его давно поменял здесь все предохранители целые и один предохранитель был сгоревший вот в этом блоке вот здесь стоит он стоит 10 амперный стоит 10 амперный предохранитель вот я его демонтировал но этот предохранитель отвечает вот он 9 предохранитель 10 амперный отвечает за стопы, но не удивительно, что предохранитель по стопам сгорел, потому что у нас сзади все замкнуто, и, конечно, маловероятно, что предохранитель, отвечающий за стопаки, не дает нас запуститься. Хотя, зная Ниссаны, которые при сгоревших задних лампочках, Ниссан Премьера по 12 сталкивался, когда были сгоревшие задние лампочки, то автомобиль не развивал всю мощность, поэтому неудивительно, что можно что-то влиять, но, тем не менее, в любом случае, нужно его установить сюда, и дальше будем смотреть. Так, установил предохранитель, и сейчас посмотрим, будет ли запускаться он или нет. И да, автомобиль у нас запустился. И даже начал ехать. В общем, если подытожить, что у нас было. У нас была проблема с блоком термоконтроль, его пробило. Осколком. Дальше были перебиты провода, был сгоревший предохранитель, и было возможно окисление, возможно, вследствие замыкания нагревалось, и пропал контакт на блоке управления трансмиссией. И после, даже не поджимал контакты, просто побрызгал их, и ошибка у нас по коммуникации пропала. В общем, немножко удивлен, что предохранитель стоп-сигналов влияет на запуск автомобиля, возможно, он не только на лампочки идет, а еще и на концевик педали тормоза. Но при этом ошибки по концевику педали тормоза у нас не было. В общем, будем теперь собирать его, автомобиль, прикрутим полностью батарейку, потому что она сейчас наживлена на 4 болта, и выпускать. И дальше владелец уже будет заниматься восстановлением последствий прилета мины. Это хорошо, что еще в автомобиле никого не было, потому как пролетели осколки насквозь. Так, весь салон побитый, потолок тоже побитый. Конечно, никому не пожелать попадать возле мин, но тем не менее. Вот такая вот ситуация произошла, и теперь автомобиль на ходу. В общем, это не жизнь человека, автомобиль спасти удастся, а если человек попадет сюда, то, к сожалению, уже нет. Вот такой вот русский мир. Субтитры создавал DimaTorzok